Всем добрый вечер. Я нахожусь на самоизоляции. Сегодня к вечеру решила ролик записать, потому что мне попался вконтакте ролик Константина Макарова. Это мой давний друг, еще с театральной студии, в котором он говорит и дает рекомендации, как себя поддержать во время вирусов, ну и вообще свое здоровье. И вот один момент, который мне очень понравился, который я разделяю, это то, что нельзя бояться. Это вот точно. Чего мы боимся, то с нами и происходит. Поэтому не боимся, держим хорошее настроение, чтобы внутри была какая-то радость душевная. Как это создать? Ну, во-первых, можно посмотреть какие-то фильмы. Вот я уже говорила про это, то, что нужно смотреть старые, старые комедии, старые фильмы, в которых показана легкость, какая-то надежда на будущее. И какое-то, ну что, нет проблем каких-то. Вот их смотришь и просто душа радуется. Вот, потом можете пообщаться с животными, если они у вас есть. Сходите на природу, если есть такая возможность. Ну вот у меня есть в данный момент, потому что я в деревне, я могу выйти просто в свой огород и вдохновиться, да, тем же самым солнышком, голубым небом, пением птиц, ну и так далее. Там каждый сам выбирайте, что вас вдохновляет, что вам улучшает настроение. Потом он говорил про баню. Вот про баню я тоже всегда говорю. То, что если этот коронавирус убивает температуру высокая, то, естественно, нужно идти в баню. Идите вы все в баню. Вот. С маслами, с веничками, опять же, с хорошим настроением. Там, вот сейчас такое время, просто можно наслаждаться. Не надо никуда бежать, не надо никуда спешить. И нет никаких таких вот неотложных дел, кто не работает. То есть возьмите, проведите это время с пользой. Чуть попозже я скажу еще, как можно время провести, скоротать. Но чуть попозже. А так продолжу. То, что он еще говорил про луковую шелуху. Про луковую шелуху я знала раньше. У меня сестра очень сильно похудела. Я ее спрашиваю, как? Она говорит, да никак. Просто пила чай из луковой шелухи вместе с имбирем. И вот такой результат у нее получился. И вот у Константина я сделала себе открытие, что оказывается в луковой шелухе содержится цинк. Он очень полезен для организма, для клеток, для волос, для ногтей, для кожи. В общем, для всего. И вот мне понравилась рекомендация, то, что луковую шелуху помыть и высушить. А потом ее просто перемолоть в порошок. И ее можно как приправу добавлять в любые блюда. Она не содержит каких-то особых вкусовых качеств. Это вот прям... Почему я сама не догадалась, что ее можно как приправу использовать? Вот не знаю. Ну, наверное, по этим вопросам, по здоровью, наверное, все. То, что такое вот новое, чего я не говорила. Наверное, все. Теперь о том, как можно еще скоротать это время с пользой. Вот смотрите, когда вы там уже все в доме порядок провели, там ящики все перебрали со шкафами, там еще что-то сделали, уже наигрались, там напились, наелись, наготовились. Можно заняться собой. Это делать маски. Маски для лица, для волос. Маски для волос занимают очень большое количество времени. Маску нужно держать час минимум, чтобы это был какой-то результат. И поэтому в повседневной жизни мы часто на это, ну, машем рукой и откладываем на потом когда-нибудь. А сейчас это прям отличный момент, когда можно сделать праздник своим волосам, своим рукам, лицу. Ну, то есть, вот, занимайтесь, девушки. Женщины, бабушки и девочки в том числе. То есть, вот такой еще вариант. Заняться собой, порадовать себя, повысить себе настроение. Быть красивой, здоровой и счастливой. На сегодня, наверное, все. Всем спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.